Житель Наринмара заказал в интернет-магазине аналог дорогого телефона. Продавец обещал отправить товар наложенным платежом по почте. Но вместо телефона покупатель получил пустую коробку, при этом заплатив за нее немалые деньги. Все подробности в материале выпуска. Молодой мужчина решил приобрести новый телефон. Промониторив несколько интернет-магазинов, нашел, казалось бы, подходящий вариант. Ценой запрашиваемого гаджета в 10 тысяч рублей. Заставил заявку на сайте. На следующий день позвонил оператор, женщина. Не представилась. Решил уточнить, что именно нужно. Телефон, цвет телефона, аксессуары, какие понадобились. Я заказал еще чехол к телефону. Он сказал, что заказ оформлен. И ждите через Почту России наложенным платежом, к вам придет посылка. Спустя несколько недель молодой человек обнаружил в своем почтовом ящике извещение. И отправился с ним в ближайшее почтовое отделение. Мне дали бланк наложенного платежа, оплатил, произвел платеж и мне выдали посылку. Взял посылку, сходил, ну, пошел до машины. Пока сидел в машине, распечатал посылку. Внутри я обнаружил два листа, а четыре и коробку. В коробке был наполнитель из нарезанного картона. Я не понял, что произошло. Понял, что обманули и пошел на Почту России разбираться. Подошел оператор, сказал мне, что наложенным платежом уже платеж не вернуть. В конверте с пустой коробкой лежало и гарантийное письмо от продавца, в котором говорилось, что телефон ему все же будет отправлен. После того, как на счет интернет-магазина поступят денежные средства. Заподозрив неладное, мужчина решил почитать отзывы об интернет-магазине и обнаружил, что он далеко не единственный, кто вместо товара получил пустую коробку. В настоящее время таких фактов на территории Российской Федерации очень большое количество. И ни в одном случае жертвы мошенников не получили ни указанный товар, и им не были возвращены их деньги. Чтобы завладеть чужими деньгами, мошенники находят все более ухищренные способы. Один из них – доставка товара наложенным платежом. Вроде бы вполне надежный способ совершения торговой сделки. Оплата происходит по факту. Товар доставлен – получите, распишитесь. А на деле все обстоит иначе. И даже наложенным платежом можно получить кота в мешке. Поэтому жителям следует заказывать товары исключительно в проверенных интернет-магазинах. В противном случае вернуть деньги практически невозможно. Если вы получили отправление, вскрывайте его в отделении связи, в присутствии работника, чтобы он мог видеть, что там было. И если даже оно было исправно, вот я как уже говорила, но нет вложения, составляется акт, мы подписываем его, ставим календарный штемпель, подписывает получатель. И этот акт, это уже как документ получается, мы ему выдаем, что мы подтверждаем, что отправление было пустое. Чтобы он уже в судебном порядке разбирался с отправителем. Чтобы обезопасить себя от продавцов-аферистов, не заказывайте товары на неизвестных и малоизвестных сайтах, даже если цены на них кажутся вам очень заманчивыми. И помните, скупой платят дважды.